Это шоу-кар Рено Аркана. Мы видели его на московском автосалоне в прошлом году. Серийная версия машины выйдет уже через несколько недель, но как она будет выглядеть мы примерно знаем. А это модернизированная платформа, которую получили из B0 методом замены почти половины деталей. В преддверии запуска первого в массовом сегменте купе-образного кроссовера российский офис Рено представляет его техническую начинку. Из-за множества доработок Рено называет эту платформу новой. По силовому агрегату он полностью новый, по кузову он полностью новый. Что касается шасси, у нас 55% элементов новых и только 45% заимствованных. Соответственно, здесь мы не можем говорить, что это платформа B0, например, или что это платформа Global Access. Это новая платформа, которую мы называем платформой Арканы, у которой потом дальнейшие наши модели будут заимствовать уже готовые модули. По сравнению с родственным Каптюром, здесь новые подрамники и точки крепления подвесок. Разработаны новые амортизаторы, пружины и более жесткие стабилизаторы. Аркана обрела электроусилители руля и две регулировки рулевой колонки. Чтобы не переловить всех мышей сразу, задние тормоза пока оставлены барабанными, но дисковые уже в проекте. Колесная база Арканы 2727 мм. Это на 54 больше, чем у Каптюра. Нет общих деталей и у кузова. Заново спроектирована силовая структура, моторный щит и панели пола. Доля высокопрочных сталей уже не четверть, а треть, поэтому жесткость накручения выросла на 10-12%. А главный герой, конечно, силовой агрегат. Это турбомотор 1.3, который разработан совместно с Даймлером и выпускается в Испании. Бариатор Джатко приезжает из Мексики. Но, конечно же, Рено не было бы Рено, если бы устроила целую пресс-конференцию ради одного импортного агрегата. Поэтому локализация их в России лишь вопрос времени. И сейчас главная интрига, когда и на каких моделях альянса Рено-Ниссан мы их увидим. Мотор развивает 150 л.с. и 250 ньютон-метров крутящего момента. За разработку треугольной в сечении головки блока отвечали немцы, а блок цилиндров французский. Для России мотор лишен фильтра твердых частиц, отвечает нормам Евро-5 и потребляет 92-й бензин. Настройки двигателя и коробки передач откалиброваны, чтобы адаптировать реакции двигателя к ожиданиям клиента. Например, мы обострили отклик при малом нажатии на педаль акселератора. Мы также меняли вариограмму. Это шаблон переключений для коробки, чтобы получить желаемое ускорение в нужное время. Мотор полностью алюминиевый, поэтому на стенки цилиндров нанесен тонкий железосодержащий сплав. Конечно, капремонт с расточкой тут официально не предусмотрен. Но инженеры уверяют, что по надежности турбо-аркана не уступит атмосферному каптюру. Кроме того, вместо ремня ГРМ здесь цепь, рассчитанная на весь срок службы. Несмотря на то, что турбомотору всего год, его надежность уже на том же уровне, что и у двухлитрового атмосферного двигателя, который мы используем давно. Я думаю, нет повода для беспокойства. Мотор прошел больше испытаний на надежность, он специально адаптирован для России и готов к холодным условиям эксплуатации. На европейских моделях Рено, Ниссана и Мерседеса этот двигатель сочетается с роботизированными коробками. А вариатор впервые поставили именно на Аркане. И для купе-образного кроссовера это будет топовая версия. Более дешевые модификации получат атмосферные моторы и механические коробки. Но о них пока не говорят, ведь открывающая новый сегмент Аркана должна быть витриной технологий. Представители Рено недвусмысленно намекают, что обновленную тележку подкатят под рестайлинговый Каптюр и новое поколение Дастера, которое выйдет через полтора-два года. Следующий Дастер сможет использовать какие-то модули, в частности, двигатель с трансмиссией, возможно. Рулевой механизм, возможно. Какие-то вещи силовые, подрамники и так далее. То есть, поскольку платформа модульная, у нас есть всегда выбор, использовать модуль уже существующий или использовать новый модуль от Арканы. И вот сейчас как раз идет работа над тем, чтобы определить облик нового Дастера, каким он будет, что мы сможем использовать от Дастера предыдущего поколения. Рено Аркана – глобальный автомобиль, задуманный в России и во многом здесь же и разработанный. Французы уверяют, что именно российский офис диктовал условия при настройке, и ездовой характер Аркана создавался именно здесь. Государственная автомобильная инспекция решила не ограничивать реформу водительского экзамена одной лишь практической частью. Изменятся и правила сдачи теории, а именно, билеты будут зависеть от водительской категории. К примеру, будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной техникой. При этом вырастет число теоретических задач. Кроме того, специалисты ведомства пристально изучают опыт Германии, Великобритании и Норвегии, где на экзаменах претендентам ставят баллы. Вполне возможно, что и в России эту систему возьмут на вооружение. Сейчас Министерство внутренних дел завершает доработку проекта, меняющего порядок сдачи экзаменов в ГИБДД. Принципиальных изменений обещают не вносить, но в практической части объединятся площадка и город. К тому же, будущих водителей теперь смогут обучать и на автомагистралях. А желающим пополнить ряды мотоциклистов чуть облегчат задачу. Тест на маневрирование и экстренное торможение разрешат сдавать на скорости меньше 50 км в час. Сейчас, напомним, это минимальная разрешенная скорость. На автосалоне в Санкт-Петербурге о выходе на российский рынок объявила китайская марка GAC, то есть гуанчжоуская группа автомобильных компаний. Сейчас линейка фирмы состоит из девяти моделей. Есть и разнокалиберные кроссоверы, и седаны, и пара минивэнов, и даже электромобиль GE3. Все это мы видели полгода назад на автосалоне в Москве, но теперь китайцы уточнили планы. Официальный старт продаж намечен на сентябрь, а открывать Россию будут три модели. Это кроссоверы GS5, GS8, а также минивэн GM8. Самый свежий из них – это представленный прошлой осенью в Париже среднеразмерный GS5 длиною около 4 метров 70 сантиметров. Под капотом тут полуторалитровая турбочетверка, которая в зависимости от комплектации выдает 152 или 169 лошадиных сил. В России, скорее всего, представят одну версию, дефорсированную до налогово выгодных 150 сил. Трансмиссии две на выбор – шестиступенчатая механика или автомат того же диапазона. Привод исключительно передний. Флагманский кроссовер GS8 длиной 4 метра 81 сантиметр сопоставим по габаритам с Toyota Highlander и тоже вмещает 7 пассажиров. В России модель, скорее всего, будет продаваться с 200-сильным бензиновым мотором, автоматом и полным приводом. Минивен GM8 существует как в 7-ми, так и в 8-ми местном исполнении, а на родине предлагается в очень даже роскошных комплектациях. В движение модель приводится той же силовой установкой, что и соплатформенный кроссовер GS8. Все три модели сейчас заканчивают сертификацию, а цены на комплектации модели будут объявлены ближе к старту продаж. Компания GAC уже заключила 9 дилерских соглашений, а в перспективе хочет присутствовать в 20 регионах России. Поначалу машины будут импортировать из КНР, однако марка осматривает способы локализации. По слухам, один из вариантов – это завод Ford Solarz в набережных Челнах, который заканчивает выпуск моделей Ford Fiesta и EcoSport. Карлос Гон, бывший глава Альянса Рено Ниссан Митсубиши, собирался дать пресс-конференцию и рассказать всю правду о скандале в Альянсе и своем тюремном заключении длиной в 108 дней. Однако 4 апреля Гона задержали вновь, и вместо публичного выступления в сеть отправилось видеообращение, переданное через адвокатов. Суть обращения ясна. Карлос Гон отверг все обвинения и недвусмысленно намекнул на источник заговора. Я люблю Японию и люблю Ниссан. Никто не проводит 20 лет в стране и не руководит компанией, не имея чувства привязанности. Я приехал в Японию в 1999 году не по расчету, а потому что был очарован страной и вызовом возродить Ниссан. Японский производитель тогда был в упадке. Убытки достигали 20 миллиардов долларов, и Альянс с французами буквально спас компанию. А свой ноябрьский арест Карлос Гон объясняет просто. Это заговор. Это не про жадность и не про диктаторство. Это просто заговор, удар в спину. Почему? Потому что был страх. Следующий шаг Альянса в смысле сближения и движения к слиянию угрожал определенным людям и автономии Ниссана. Карлос Гон уверяет, что всегда был неистовым защитником Ниссана. Но эта автономия должна быть основана на эффективности. Никто не получает самостоятельность во имя самостоятельности. Люди самостоятельны, потому что так они работают эффективнее. И вот вам источник страха. Потому что эффективность Ниссана не очень хороша и сильно снизилась. Три предупреждения, несколько скандалов. Компания говорит, что проблемы решены, но это не так. Карлос Гон не называет фамилий, но говорит о нескольких топ-менеджерах, которые поставили свои интересы выше корпоративных и ведут грязную игру. Намек прозрачный. Это камень в огород нынешнего главы Ниссана Хирота Саикавы, который на недавнем собрании акционеров отказался уходить в отставку. Главный исполнительный орган Евросоюза обнародовал предварительные итоги расследования и готовится обвинить все три немецких автогиганта в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет об использовании нелегальных ухищрений для занижения показателей токсичности выхлопа дизелей. Дескать, с 2006 по 2014 год концерны втайне договорились уменьшить баки для мочевины AdBlue, что привело к значительному снижению эффективности системы очистки и превышению выбросов над заявленным уровнем. Кроме того, большую немецкую тройку обвиняют в неохотном внедрении сажевых фильтров на бензиновых двигателях. Концерны не признают вину, но расследование продолжается. Производителям грозит штраф до 10% годового оборота. Продолжение следует...